Восточная Алеппо подвергся самым сильным авиабомбардировкам за весь последний год. Десятки погибших и сотни раненых. Удары наносятся по наступающим жилых кварталах джихадистам, но гибнут в основном гражданские. Самый секретный военный парад. В Таджикистане на празднование 25-летия независимости не допустили журналистов и обычных граждан. Снимал торжества единственный госканал. Остальным предложили смотреть дома по телевизору. Пресса на это мероприятие допущена не была. Узбеки-гастарбайтеры, живущие за рубежом, оплакивают и скорбят по Исламу Каримову даже сильнее, чем их соотечественники на родине. Хотя покойный президент открыто презирал тех, кто едет на чужбину за куском хлеба. Ученые обнаружили у извергающегося российского вулкана Ключевской на Камчатке признаки супервулкана. Это означает, что если Ключевской все-таки взорвется, земля на несколько лет погрузится во мрак. Российскую армию до конца года должны поступить сотни боевых роботов, после чего она может стать самой сильной армией в мире. Между тем Америка обвинила Россию в попытках повлиять на ход выборов президента США и разрушить изнутри американскую демократию. Меня не на шусть побеспокоит сообщение, которым можно доверять о вмешательстве российских властей в наши выборы. Apple презентовал новый iPhone 7. Разговаривать можно будет даже под водой. Между тем продажи айфонов по всему миру падают, и новинка вряд ли изменит ситуацию. Восточная часть сирийского Алеппо подверглась самым сильным за последнее время бомбардировкам с воздуха в минувшие сутки. Авиаудары наносили предположительно самолеты правительственной сирийской армии российских военно-космических сил. Бомбы падали на жилые районы внутри города, в которых вели наступление боевики так называемого фронта завоевания. Так сейчас называется террористическая организация Джабхат-Ан-Нусра. На этих кадрах агентство Reuters разрушение в одном из жилых кварталов. Как вы видите, в основном жертвами авиаударов стали гражданские лица. Счет убитых идет на десятки, сотни раненых. Окрестные больницы и медпункты переполнены. Среди пострадавших и раненых очень большое количество детей. Как сообщают врачи из восточного Алеппо, у них не хватает медикаментов, а непрекращающиеся бои на улицах и бомбардировки не позволяют эвакуировать из города практически никого. Вы видите, как БМП боевиков со смертником едет к блокпосту армии Асада в районе Аль-Амирия. Далее следует чудовищный взрыв. Собственно, с этого момента и началось масштабное наступление джихадистов. Весь восточный район Алеппо почти полностью находится в руках радикальных группировок, и настоящая цель этого наступления неизвестна. Тем не менее, ожесточенные бои и стрельба не прекращаются, как и не останавливаются бомбежки жилых кварталов с воздуха. Напомним, что накануне глава МИД Саудовской Аравии на переговорах в Лондоне назвал последние бои в Алеппо провокации с целью сорвать мирные переговоры. В другом районе Сирии, на сирийско-турецкой границе, боевики ИГИЛ решили взять реванш из-за поражения от турецкой армии и также перешли в контрнаступление. На этих кадрах рейтер – горящие турецкие танки, подбитые боевиками. Также ИГИЛ удалось отбить несколько небольших населенных пунктов. На переговорах по Сирии в Лондоне, в которых не участвуют представители Башара Асада, министры иностранных дел крупнейших европейских стран встретились с представителями сирийской оппозиции и обсудили план прекращения огня. Всего за одни сутки представители сирийской оппозиции поменяли свою категоричную позицию. Если вчера они заявляли, что не будут терпеть в будущей Сирии Башара Асада ни одной минуты, то сегодня в итоговый документ попали слова о 18-месячном переходном периоде с его участием. Сирийский совет оппозиции проделал замечательную работу над предложениями по будущему устройству единой демократической светской Сирии, где будут уважать все религии и все меньшинства. Выработаны определенные шаги, в том числе шестимесячный промежуточный этап переговоров, затем 18 месяцев перехода полномочий от Башара Асада, в том числе и военных, к переходному правительству и, наконец, к общенациональным выборам. Это отличная основа для переговоров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно назначил своего практически бессменного премьер-министра Карима Масимова руководителем главной спецслужбы страны, председателем Комитета национальной безопасности. Отставки Масимова ждали, но никто не ожидал, что он станет главным спецслужбистом Казахстана. Заявление Назарбаева сразу же после переназначения Масимова ничего не прояснило. Согласно Конституции, согласно закону, с сегодняшнего дня правительство распускается и останавливает свою работу. Нынешний состав правительства будет работать до утверждения нового. После назначения временного главы правительства я назначу другого премьер-министра. Напомним, что Карим Масимов возглавлял правительство Казахстана уже дважды. В последний раз он находился на этом посту два с половиной года. В адрес Масимова в последнее время со стороны жителей страны звучали серьезные обвинения в том, что он не справился с экономическим кризисом в республике и только занимался собственным пиаром в соцсетях на фоне мировых знаменитостей, приезжавших в Казахстан. Тем временем в казахстанском парламенте был представлен проект нового антитеррористического закона, который потребовал до конца года принять Нурсултан Назарбаев. В этом проекте предусмотрено возвращение смертной казни, а также меры, которые могут затронуть довольно широкие слои населения республики, такие как конфискация имущества по обвинению в экстремизме, блокировка мобильной связи по усмотрению властей и уголовное наказание за сдачу жилья людям, которые могут быть причастны к подготовке терактов. Наш корреспондент Айнур Коскина о нововведениях, с которыми могут столкнуться казахстанцы в ближайшее время. Правительственный законопроект по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, представленный в Нижней Палате парламента Казахстана, вносит множество ужесточений в действующее законодательство. Устанавливается административная ответственность за допущение собственникам жилища в проживании физических лиц без регистрации, нарушении порядка открытия и функционирования тиров и стендов, незаконное ношение специальной одежды работников частных охранных организаций. МВД предлагает штрафовать собственников квартир, если они не зарегистрируют квартиранта в течение 10 дней. Правозащитники считают, что эта поправка отразится на всех казахстанцах. Когда на частную квартиру съемную появилась преступная группа, уверяю вас, она регистрироваться не пойдет. Так же, как банда не ходит регистрировать свой устав, просто потому что им это не нужно. Использование современных средств точечной борьбы с угрозой и оставление остального общества в покое, вот главная задача. В административном кодексе и законе о религии предусмотрен запрет деятельности религиозных групп и объединений, связанных с терроризмом и экстремизмом. А представители духовенства предложили внести нормы, запрещающие проповеди вне официально зарегистрированных мечетей и церквей. Я предлагаю ввести запрет на собрания и проповеди вне зданий религиозных культовых заведений. Вообще нужно понять, откуда к нам приходят нетрадиционные течения, как салафизм и другие. Контролировать, чтобы они не распространялись. Силовики предлагают 16 поправок в уголовный кодекс. Это запрет на использование крупнокалиберных винтовок, пожизненное решение свободы либо смертную казнь за акты терроризма, увеличение сроков уголовного наказания за вооруженный мятеж, создание руководства экстремистской группой с обязательной конфискацией имущества. Однако эксперты говорят, что в законе четко не оговорены механизмы действия этих норм. Рейдерство в Казахстане никто не отменял. В принципе, к сожалению, мы через этот опыт проходили, он до сих пор существует. Но опять же, главная задача состоит в том, что в этом законе не было двухсмысленных положений. Ужесточаются меры наказания за попытку госпереворота, призывы и пропаганду к захвату и удержанию власти. И здесь разработчики не уточнили, что именно будет подпадать под эти понятия. Все вопросы по поводу пропаганды войны или пропаганды социальной розни, они в нашем уголовном законодательстве очень оморщены. Их можно очень легко использовать для разных целей. И поэтому, опять же, задача юристов и экспертов конкретику давать законы, чтобы не было, опять же, двойных определений того или иного термина. Поправки коснулись и закона о связи. На время проведения антитеррористических операций предлагается блокировать интернет и сотовую связь. Недавние трагические события в Алма-Ате показали, что образовался информационный вакуум, что вызвало определенную панику среди населения. Это право на свободу связаться со своими родными, предупредить их успокоиться. Самому успокоиться, что твоя семья находится в безопасности, отнимать у граждан ни в коем случае нельзя. Парламентарии, правозащитники и эксперты опасаются, что упрощая порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, силовики ограничат права законопослушных граждан. Весь закон построен только по пути повышения контроля, увеличения компетенции, добавления полномочий, более ужесточающих норм. Он вообще не содержит никакого ни социального, ни политического компонента или ни участия общества в этом процессе. Перед парламентариями стоит задача принять новый законопроект до конца этого года. Но, как признаются сами депутаты, он сырой и требует массы доработок. Закон должен быть четкий, ясный, просто все изложено. Поэтому, если какие-то нормы есть, аморфные или выразленные недостаточно четко, эти нормы мы будем дорабатывать. Айнур Коскин, организатор Успанов, Настоящее время. В Таджикистане проходят празднования 25-летия независимости страны. Юбилей празднуют с невиданным размахом. Однако увидеть торжества и военный парад смогли только специально отобранные гости, представители общественности. Всех журналистов и обычных граждан на праздничные мероприятия не пустили по соображениям безопасности и предложили им довольствоваться трансляцией праздника по телевизору. Наш корреспондент Анушервон Арипов, так же, как и многие другие, наблюдает праздник издалека. Анушервон, здравствуйте. Удалось ли вам попасть хоть на какие-нибудь праздничные мероприятия? Здравствуйте, Динара. Сейчас мы находимся неподалеку от столичного киноконцертного комплекса «Кофи Бурбат», где с участием президента Емуэль Рахмуна и членов правительства проходит торжественное собрание и концерт, посвященный 25-летию независимости Таджикистана. Пресса на это мероприятие допущена не была. Внутри только сотрудники первого государственного телеканала, которые обеспечивают прямое вещание. Кстати, на военный парад, прошедший сегодня утром, для журналистов ход был также закрыт. В параде на главной площади страны принимали участие 16 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур. В этом парад вывели практически всех. Например, по некоторым данным, в Министерстве обороны страны с утра остались только солдаты и офицеры, несущие караулы, дежурные. Президент страны Емуэль Рахмун в своей поздравительной речи призвал военнослужащих вооруженных сил преданно служить Родине, защищать ее рубежи и конституционный строй в стране. Парад открыли воспитанники Душанбинского военного лицея, своей барабанной дробью, задавшей ритм начала торжественному шествию. За ними шли ветераны вооруженных сил страны, Национальная гвардия, женщины-военнослужащие, офицеры и солдаты Минобороны, МВД, Минюста, Госкомитета национальной безопасности, Комитета по чрезвычайным ситуациям, погранвойск, таможенные службы и многие другие. Параду предшествовали многомесячные тренировки, из-за которых ежедневно перекрывалось движение транспорта по протокольной трассе и прилегающим к ней улицам. На следующий день праздник продолжится. В торжественной манифестации по центру Душанбе пройдут 60 тысяч горожан, среди которых врачи, педагоги, школьники, студенты и сотрудники госучреждений. По словам некоторых студентов и школьников, занятия проводились нерегулярно из-за финальных репетиций. Вечером горожан ждет театрализованное гала-шоу, которое пройдет на республиканском стадионе, вмещающем более 15 тысяч зрителей, артистов и участников. На сцену главного концерта года будет выходить не меньше. В последние годы практически все государственные праздники проводятся с особым размахом по всей стране, несмотря на то, что республика испытывает финансовые трудности. Причем средства на праздники выделяются не только из госбюджета, но и за счет средств отдельных предпринимателей. Динара. Спасибо, Анну Шервон. Исполняющим обязанности президента Узбекистана после смерти Ислама Каримова, как и предполагали наблюдатели, стал теперь уже бывший премьер-министр страны Шавкат Мирзияев. Согласно Конституции Узбекистана, эти обязанности должен был выполнить председатель Сената Нигматулла Юлдашев. Но, как сообщает узбекская служба радио «Свобода» УЗУДЛИК, Юлдашев заявил о самоотводе. Тем временем по ушедшему Исламу Каримову скорбят не только в Узбекистане, но и за его пределами, иногда даже сильнее, чем в самой республике. Мы потеряли очень великого человека. Я просто в растерянности. Может, Каримова и называли диктатором, но нам он оставил светлый. Я отдал бы за него остаток своих дней, чтобы он жил. Другого такого человека, как наш отец, уже не будет в этом мире. Царя выбирает сам Бог. Так говорят. Сам Ислам Каримов крайне негативно относился к своим гражданам, которые уезжали на заработки за рубеж. Вот что, в частности, он говорил о них. Кого я считаю лентяями? Тех, кто едет в Москву и подметает там улицы. У наших людей отвращение, что узбекский народ едет туда зарабатывать себе на кусок хлеба. Ведь в Узбекистане никто от голода не умирает. Далее в программе. Ученые обнаружили у извергающегося российского вулкана Ключевской на Камчатке признаки супервулкана. Это означает, что если Ключевской все-таки взорвется, земля на несколько лет погрузится во мрак. Российскую армию до конца года должны поступить сотни боевых роботов, после чего она может стать самой сильной армией в мире. Между тем, Америка обвинила Россию в попытках повлиять на ход выборов президента США и разрушить изнутри американскую демократию. Меня не на шутку беспокоят сообщения, которым можно доверять о вмешательстве российских властей в наши выборы. Apple презентовал новый iPhone 7. Разговаривать можно будет даже под водой. Между тем, продажи айфонов по всему миру падают, и новинка вряд ли изменит ситуацию. И вот это. В Рио-де-Жанейро открылись Паралимпийские игры. В них участвуют почти 4,5 тысячи спортсменов-инвалидов, из разных стран. В России, чья паралимпийская сборная была отстранена от игр в полном составе, в эти же дни проводят собственную Паралимпиаду. Паралимпийский огонь зажегся вечером в среду в Рио-де-Жанейро, рядом со стадионом Маракана. Вокруг чеши с пламенем собрались десятки людей. Для госслужащего Хуана Батисты игры в Рио стали символом процветания страны. Я удивлен и восхищен моей страной, и не думал, что такое случится. Мы превзошли самих себя. Фантастика. Как мы принимали иностранных спортсменов, просто невероятно. Я люблю свою страну все больше и больше. 15-е летние Паралимпийские игры завершатся 18 сентября. В них примут участие почти 4,5 тысячи спортсменов из 170 стран. Соревнования в 22 видах спорта пройдут на тех же площадках, что предназначались и для участников Олимпиады 2016. Сборная России лишилась права выступать на Паралимпиаде. Ее отстранили после доклада о допинге в российском спорте, подготовленного канадским юристом Ричардом Маклареном. Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию паралимпийцев. Не помогло и обращение в Федеральный суд Швейцарии. Запрет на участие в играх остался в силе. Альтернативные паралимпийские игры только для российских спортсменов в среду открылись в Москве. Со сцены звучали заверения, что национальная сборная в кратчайшие сроки вернется на мировую арену. Но пока эти слова мало чем подкреплены. Никаких решений о реабилитации российских паралимпийцев международные спортивные организации не принимали. Российские ученые выявили признаки супервулкана у камчатского вулкана Ключевской. Они утверждают, что внутри него происходят процессы, сходные с супервулканом Тоба на Суматре, катастрофическое извержение которого 74 тысячи лет назад было самым сильным на Земле за несколько миллионов лет. По мнению ученых, если Ключевской взорвется, то наша планета на несколько лет погрузится во мрак. Сейчас эта огнедышащая гора выбрасывает столбы пепла высотой 11 километров. Ученые не сходятся только в датах возможного взрыва. Одни из них утверждают, что в ближайшее время, а это по геологическим меркам может равняться нескольким сотням или даже тысячам лет, взрыва вулкана не будет. Другие уверены, что относительно молодой камчатский супервулкан может взорваться в любой момент. Еще об одной, но уже политической активности, исходящей из России. Кандидат президента США Хиллари Клинтон заявила, что Россия совершает серьезные попытки повлиять на ход президентских выборов в Америке и дискредитировать американскую политическую систему. По ее мнению, угроза столь велика, что может пошатнуть всю американскую демократию. Кандидат президента США рассказал о своих опасениях журналистам на борту своего самолета. Угроза российского вмешательства в американские выборы серьезная проблема, заявила Хиллари Клинтон репортером на борту собственного самолета. После хакерской атаки на компьютерную сеть демократической партии, которая выдвинула бывшего госсекретаря в президенты, и эксперты по безопасности, и журналисты заговорили о причастности к этому Кремля. Меня не на шутку беспокоят сообщения, которым можно доверять, о вмешательстве российских властей в наши выборы. То, что американские спецслужбы занимаются сейчас этой проблемой и относятся к этому серьезно, поднимает важные вопросы о возможности такого воздействия на электоральный процесс. Когда Путина об этом спросили, он с трудом набрался мужества. Многие из вас это видели. А затем продолжил и заявил, что взлом компьютерной сети это хорошо. И, разумеется, разведка уверена, что за кибератакой стоят именно российские спецслужбы. По мнению кандидатов в президенты, потенциальную угрозу российского вмешательства в выборы надо, цитата, «устранить быстро и надежно». Всерьез заботит Клинтон отношение Дональда Трампа к действиям Кремля на международной арене и лично к Владимиру Путину. Отвечая на вопрос, возможно ли, чтобы Москва помогала ее оппоненту, бывшая госсекретарь сказала, «Трамп довольно рано выразил солидарность с политикой Путина. Я имею в виду заявление о выходе США из НАТО ради блага страны. Верно же? К тому же он так восхвалял российского президента. У Трампа, вероятно, какое-то нездоровое влечение к диктаторам, включая Путина». В понедельник газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на высокопоставленные источники в Конгрессе и разведке, рассказала, что спецслужбы США расследуют возможную тайную операцию России по вмешательству в президентскую гонку. Ее цель, по данным информаторов издания, посеять недоверие к предстоящим выборам и к американским политическим институтам. Тем временем, уже до конца этого года на вооружение российской армии могут поступить сотни боевых роботов. Образцы новой техники были представлены на выставке вооружений, проходящей в подмосковной Кубинке. Роботы-танки, как утверждают некоторые западные СМИ, уже прошли боевое крещение на полях сражений в Сирии, где показали себя с лучшей стороны. После чего было принято срочное решение ставить их на вооружение действующих российских частей. Разработкой боевых наземных роботов занимаются не только в России, но большинство западных стран пока воздерживаются от их массового производства, так как эти боевые машины в автономном режиме почти не отличают гражданское население от вооруженных людей и уничтожают всех подряд. Похоже, что российское командование это обстоятельство не смущает. Также в России в эти дни развернулись самые масштабные за последнее время учения «Кавказ-2016». Черноморский флот и Каспийская флотилия отрабатывают десантные операции, погрузку сил морской пехоты с техникой на корабли и переброску в район высадки. На Каспии корабли проводят стрельбы по морским и воздушным целям. Экипажи самолета, фронтовой и дальней авиации имитировали прорыв противовоздушной обороны в дневное и ночное время. Полеты боевой авиации привели к сбоям в работе гражданских аэропортов на юге России и в Крыму. По легенде учений, сухопутные войска решали задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Компания Apple представила iPhone 7. В новой модификации смартфон стал водонепроницаемым, из-за чего пришлось отказаться от разъема для наушников. Между тем, продажи айфонов по всему миру стали падать, и новинка вряд ли изменит ситуацию. Подробности в репортаже Reuters. За презентацией новой модели iPhone следили по всему миру. Долгожданную новинку представлял глава компании Apple Тим Кук. Главное отличие iPhone 7 от предшественников – отсутствие привычного разъема для наушников. Они стали беспроводными. Разработчики уверяют, что за счет этого смартфон удалось сделать водонепроницаемым. Для желающих слушать музыку привычным способом в комплект iPhone входит адаптер, который позволяет подключить старые наушники через порт для зарядки. Изменения коснулись и камер. Основная осталась 12-мегапиксельной, но с существенно улучшенной диафрагмой и стабилизатором изображения. Разрешение камеры на передней панели увеличилось до 7-ми мегапикселей. В модификации 7 Plus у iPhone теперь будет две задних камеры. Одна широкоугольная, другая с длиннофокусным объективом. Новый iPhone выпускается в пяти цветах, а не четырех, как было раньше. Покупателям придется выбирать между белым, розовым, серебристым, просто черным и черным, как смола. Минимальный объем памяти смартфона увеличился с 16 до 32 гигабайт, но размер остался прежним. 4,7 дюйма у iPhone 7 и 5,5 дюйма у 7 Plus. Цена на смартфон начинается с 649 долларов. Еще 159 придется выложить желающим пользоваться беспроводными наушниками. Продажи нового гаджета стартуют 16 сентября, но лишь в некоторых странах. До России седьмой iPhone доберется к 23 сентября. Компания представила и новую модель Apple Watch. Часы, как и смартфон, стали водонепроницаемыми. Во время презентации Тим Кук сообщил о запуске совместных проектов с японской компанией Nintendo, вернувшейся летом на рынок с нашумевшей игрой Pokemon Go. Началом их работы будет перевыпуск для новой модели iPhone классической игры Super Mario. На фоне этой новости котировки Nintendo на токийской бирже в четверг выросли на 13%. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currentime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова